Проект подготовлен по заказу Национального агентства по технологическому развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию. В начале нашего проекта 576 инноваторов заявляли о своем желании участвовать в единственной инновационной гонке страны. Но лишь 16 из них удалось пройти жестокий отбор и приехать в столицу для дальнейшего участия в стартапе. Определенно у них наиболее амбициозные перспективные проекты, ведь их работу оценивали самые справедливые, самые умные и самые компетентные судьи, среди которых директор Союза машиностроителей Казахстана Тимурлан Алтаев, заместитель председателя Национального научно-технологического холдинга Парасат Биржан Мадиев, а также управляющий директор акционера общества Астана Инновейшн, руководитель научных проектов ЕНУ имени Гумилева Аскар Арынгазин. Позвольте представить мне наших авторитетных, независимых экспертов. Итак, доктор технических наук, профессор-академик Мусагалий Дуанбеков, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Асхат Кузеков, бизнесмен, знающий толк в инновациях, Толебек Омерзаков, депутат Машилист Парламента Республики Казахстан, химик по профессии Айгуль Соловьева. Итак, на старте Дакабай Исентаев с проектом газогенератора. Что это такое? Сейчас узнаем, встречаем! Здравствуйте! Безусловно, высококвалифицированное жюри требует от участников тщательной подготовки, больших усилий и труда, выдержки и терпения, больших затрат энергии, временем. Поэтому Дакабай, как и все наши участники, начал подготовку к этой встрече задолго до конкурса. В этом ему помог бизнес-тренер и финансовые консультанты. Самое главное, что для финансирования всегда нужен правильно составленный бизнес-план. По той простой причине, чтобы кто бы там не инвестировал в вашу идею, он должен понимать, с кем умеет он делать, с чем он умеет делать. Понятное дело, что нужно просчитать какие-то экономические, финансовые показатели, для того, чтобы вы, скажем так, видно было, что вы понимаете свой бизнес, вы и инвестор, который дает вам деньги, он понимает, что будет какая-то отдача. Это устройство для получения газа. Ну, мы все знаем, ацетилен, когда разлагаем, получаем, то есть карбид кальций, когда разлагаем водой, значит, получаем ацетилен, который используется при сварочных работах. Аналогично, если мы твердые вещества будем сжигать с недостатком кислорода, то есть спиролизом, мы тоже будем получать так называемый генераторный газ, который можно сжигать, дополнительно где-то проложить по трубопроводу в другое место и получить тот же газ, который можно будет сжечь, и получить тепловую энергию и электрическую энергию. Мусор, который мы каждый день, как минимум полтора килограмма, выбрасываем из дома, из квартиры, выносим из квартиры. Так вот, если этот мусор сжечь в нашем предлагаемом нашем газогенераторе, мы получим газ и получим тепло. Так вот, учеными установлено, что из одной тонны мусора, твердых бытовых отходов, можно получить 3 гигакалории тепла и до 600 киловатт электроэнергии. И вот представьте себе, город Алмата, каждый день вывозится полторы тысячи мусора. Город Астана, около тысячи тонн мусора. Нет ни одного в Казахстане мусороперерабатывающего завода. Если мы в эти мусороперерабатывающие заводы поставим печь, не ту, которая была в Алмате, обанкротчившуюся заводу, а поставим именно вот такую печь спиролизную, мы будем получать газ, который мы можем перерабатывать в электрическую энергию, подавать ее по сетям в город Алмату, пускай будет. Я человек, который не технарь, у меня нет технического образования. Я полностью творческий человек, я гуманитарий. Быть может быть, два гуманитария и один технарь смогут убедить нашу комиссию. С огромным удовольствием хочу пригласить к нам сюда на эту сцену оперный певец. Встречаем Сундет Байгожин. Привет. Знаешь, вот моя задача здесь вести программу, то есть, но я могу за кого-то болеть. Соответственно, мой голос, он, ну, так, особо ничего не решает. Я думаю, что твой громкий и красивый голос, у тебя, кстати, что? Баритон. Баритон. Твой голос баритона добавит плюсик все-таки, такобая. Будем на это надеяться. Да, я буду. Пойдем. Я думаю, что все-таки насекомые, птицы, которые там бывают, они все равно это все, всю эту бактерию инфекции приносят в город, да? Так получается. И они как бы накапливаются. Вот говорят же, вот ежегодно вот в Астане, ежедневно выходят около 1200, около 1200 тонн. В Алмате, да, во всех крупных городах. Это мегаполис, да? Да, мусора очень много. Я считаю, что это один из видов возобновляемых топливов. Источников энергии, да? Да, источников энергии, да. Это же очень здорово. Слушай, ну, смотрите, позвольте, когда я немножко еще перебью, немножко добавлю. Ведь у нас идет, всем известно, что, ну, все, по-моему, об этом говорят, что у нас всемирное потепление, что вот как раз-таки сжигать ничего вообще уже нельзя. Здесь при сжигании этого мусора в газогенераторе образуется СО2, который усваивается растениями, фотосинтез, выделяется кислород. Аргументы и обоснованность насчет вот твердых бытовых отходов, она существует. Но саму инновацию, вот я хотела бы понять. Во-первых, вот там был как в качестве аргумента о том, что органосодержащие выделяют ядовитые газы. Вот при сжигании пиролизом они что, в другое место куда-то исчезают? Это первый вопрос, да? И второе, сама пиролизная печь это не инновация, это уже известная технология. Если идет речь о газогенераторе, я просто выцедить не могу вот из этого процесса саму инновацию. Поэтому в чем вот инновация этого газогенератора? Если мы в Казахстане ничего не производим, не сжигаем мусор, то есть не перерабатываем мусор, а для этого мы предлагаем вот эту печь, понимаете? Если мы это, это уже инновация. Когда вы говорили о том, что да, действительно газ выделяется, но сейчас существует очень много газоанализаторов, которые могут, поставив их в определенное место, мы можем концентрацию газа, если увеличился какой-то предел, увеличился предел, отключается на автоматику, переводится. Вообще мы должны сейчас разбирать эту конструкцию этой печи, как она горит, каким образом, какие остатки, какое преимущество, экономия и так далее. То, что у нас мусорные заводы в Алмате и в Астане стоят, не от того, что там печи неправильно поставили, а потому что менеджмент, политика неправильная. Поэтому эти заводы стоят уже годами. Поэтому здесь надо про саму эту печку говорить. О чем вообще речь идет? Что вы защищаете? Если даже вы, допустим, выиграете, допустим, да, выиграете, кто эту печь будет покупать? Кто будет оборудование строить? Как вы все это будете осуществлять? Внедрять мы собираемся. Сельские населенные пункты, отдаленные от городов, в них, они нуждаются в газификации, они нуждаются каждый год, летний период, мы должны туда завозить тонны, тысячи тонн угля, дров. А ведь если мы поставим газогенератор, мы можем местное сырье использовать, ту же солому, которая там есть на полях. К сожалению, время нашей программы ограничено, поэтому мы уже должны приступить к оценкам. Давайте посмотрим, что же нам выставят наши судьи. У вас есть ровно 30 секунд на составление оценок. Время пошло. Время пошло. Ну что ж, время вышло. Думаю, что наши эксперты готовы поставить нам оценки. И начнем с Аскар Канадьевича. С вас 10 баллов. Почему? Аскар Канадьевич. Я хотел откомментировать. С технологиями быстрого пиролиза я хорошо знаком. Это действительно не новость. Проблема хорошо известная, это тоже не новость. Но, к сожалению, я не увидел у автора каких-то новшеств в эту технологию. Или же демонстрацию того, что автор знает все технологические детали касательно твердых бытовых отходов в его презентации. Димурландский, надеюсь, сколько вы ставите? 10. Биржан Мухаммеджанович, 11 баллов. У вас прекрасный дуэт. Вы действительно прям хорошо. Вот знаете, и спелись хорошо. Мы земляки. А, вы же Кустанайский оба, я же забыл. Замечательно. Ну, в таком случае, коль говорится, что спелись, можно тебя попросить, судья? Буквально, вот чуть-чуть, да, ну что-нибудь такое вот своим. Может быть, твой голос действительно добавит хотя бы еще половинку балла. Оказывается, Тахавайгай, род его, и я вот недавно стоял вот здесь за кулисами и вспомнил одну песню казахскую. Сырасан, орумда, хорагесек, досамнан, доспаным губай, колохан эсегай, эритатайты май, эритатайты май. Ваши аплодисменты, Суньет Байгожин. Золотой просто голос казахстана. Спасибо. Вы действительно спелись, и причем очень хорошо. Я благодарю тебя за то, что ты поддержал нашего инноватора. Спасибо большое вам. Не расстраивайтесь. Позвольте вас. Под аплодисменты провожаем. Жубатхан из Бембета. Встречаем город Актобе. Громче, громче. Вы поняли, что я в теме. Я знаю очень много о кирпичах. Так что нам есть о чем поговорить, правда? Правильно. Потому что у тебя костюм кирпичного цвета. Договорились. Пойдемте. Наш проект посвящен людям, которые генерируют новаторские идеи и воплощают их в жизнь. Людям, которые выведут Казахстан в разряд самых прогрессивных стран мира. И, наконец, людям, которые страстны по-настоящему, любят свою работу. Даже если эта работа пока не приносит им прибыли. Помимо рассказа о технологии, от вас будет ожидаться то, что вы поведаете о своих конкретных планах. Можно говорить, что такими заводами можно застроить всю страну. Но ваш план более конкретный. Начать с конкретного мини-завода, который имеет какую-то мощность. Инновация в том, что эти огнеупорные кирпичи получены из отходов производства феррохрома, называемые шлаками. Они не востребованы на рынке. Применяют его только в виде щебня. Стелят дороги и так далее. Это самый дешевый и бездарный способ применения этого шлака. В результате длительных исследований по совершенствованию технологий мы вышли на составы шлаков, безвредных для основного производства, но позволяющих по своему химическому составу ввиду высокого содержания окислов магния получать достаточно тугоплавкий материал, называемый огнеупорным кирпичом. Вы знаете, что Казахстан сейчас завален всеми техногенными отходами. Пора чистить дом. Призываю всех изобретателей, хватит улыбаться и смеяться перед правительством. Надо чистить дом, воду чистить, воздух, чтобы были здоровые наши дети и окружающая среда. И сейчас вам представляется, уважаемые члены жюри, один из маленьких проектов, я считаю, и не боюсь, что это образец того, как надо работать с отходами. Но громкий проект. С 99-го года на территории Ктубинского завода феррасплавов работает маленький участок промышленный, который сейчас частично удовлетворяет нужды завода. На этих фотографиях вашему вниманию демонстрируется начало процесса, загрузка шлакового щебня в бункер. Затем шлаковый щебень попадает в шаровую мельницу, размалывается до менее 1 мм, после этого в дозатор, далее в смеситель. Вот он, внешний вид его, верхняя часть смесителя на следующем слайде. Оригинальность. Дальше. Оригинальность этого смесителя, в отличие от винтового, который обычно используется во многих процессах, в том заключается, что два катка вращаются по горизонтали и по вертикали. Одновременно идет процесс смешивания и стирания. Тем самым мы достигаем идеального распределения вяжущего материала по поверхности отдельных дёрен. Далее попадает в пресс, происходит формование, вот стол пресса показан, после этого сырые кирпичи собираются в штабеля, ставятся на тележки и закатываются в сушильную камеру. С двух сторон крышка закрывается и в течение восьми часов идет сушка материала по специальному режиму. Медленный подъем температуры, стабилизация и также медленное снижение температуры. После этого готовые кирпичи пакуются и отправляются потребителям. Кроме кирпичей мы делаем сифоны. Это огнеупорные материалы, формирующие выпускное отверстие расплава и расплавной печи. Калиброванные. Потому что если этого не делать, то очко, так называемое, выпускное, может разъедаться от плавки к плавке и далее будет процесс неконтролируемого выпуска жидкого расплава. Я так понимаю, это вот это, да? Это вот это. Оно вот такое и внутри отверстие. Новизна в чем? Никто не делал такие кирпичи. Могу смело сказать, что это был первый серьезный промышленный эксперимент по получению огнеупорного кирпича в течение столь длительного времени. За это время мы обкатали технологию, за это время у нас появилась уверенность. Я тот, кто за каждого инноватора прям душой болею. И еще есть один человек, который прямо сейчас выйдет на эту площадку. Встречайте, певец Айкин! Дружище, я очень рад тебя видеть. Буквально недели мы с тобой виделись назад и вот вновь ты у нас на студии. Из-за отходов из шлака делают кирпич упорно. в производстве я сам образусь. золотой голос золотой голос казахской эстрады отдаешь за конечно отдал бы. Если бы сидел там, конечно отдал бы. Тут я ничем не могу помочь, только морально поддержать. Морально поддержи, тем более, что мы узнали о том, что ты оказывается еще и занимался строительством. Ну, было дело. Я кафель вложил, аликабонд вложил. Ну, как его? Покрытие аликабондовое, которое очень хорошо сгорает. Сейчас оно уже не в моде, но когда я был строителем, оно прям любое здание аликабондовое. Вот такая история, знаете, хочется обнять его, заплакать и сказать да. То есть ты накопил тогда на свою первую песню, тем, что занимал строительством. Нет, тогда я накопил над первой туфлей и над первой джинсой. Ты знаешь, а я тебе даже больше скажу, вот то, что Жабадхан Ага очень любит твои песни, он сам выбрал тебя из среди всех. Вот мы подали ему список всех наших артистов, кто поддерживает. Это я не под Халим, но правда люблю твои песни. Рахмет Ага. Вот ты знаешь, вот мне безумно нравится твоя песня, вот она называется Пах-Пах. Давай что-то другое, Пах-Пах уже 4 года. 4 года. А есть что-то новое? А есть новое что-то? Вот можешь откроешь, там такой заистоит. Не новое, более-менее такой, одно из последних. Куплетик, точнее, вот знаешь, что-то. Все-таки инновация не в том, что там бункер, помол и прессование, а в шехте. Но процентовка шехты это не инновация, это пропорции, разделение и новый технологический подход. Поэтому, ну мне кажется, это сложно сказать. Потом вы знаете о том, что огнеупоры все-таки 1700-1900 температура, а прочность какая? Вот вы говорите, во вращающихся печах оно будет держать. Если это шамотный кирпич, то у него прочность, извините, которая может выдержать все абсолютно. Сказали, что себестоимость кирпича 5-8 раз дешевле аналогичного кирпича. Я правильно понял, да? В таком случае, почему хозяева завода ферросплавов не понимают, что здесь большая экономическая выгода? Большие компании, которые ориентированы на, ну, не побоюсь этого слова, выкачивание природных ресурсов из Казахстана, они берут самые сливки. Ориентированы на феррохром. Но вот когда? На более выгодные. Конечно. Это его основная задача. Стоимость феррохрома. Вы извините, они платят штрафы за содержание этих телеконов? Мизерные. Экологический закон. Дело в том, что они не платят штрафы по этому шлаку, потому что его размалывают, в виде щебня продают. В связи с тем, что вот этот огнеупор, который мы используем в наших печах, мы покупаем в России. А когда в 2014 году, когда идут очень серьезные санкции между государствами, вот этот вариант, я считаю, это очень экологичный и экономический вопрос. Я на все 100% поддерживаю вашу идею. Спасибо вам. Вот так вот. Замечательно. Ну, а теперь настало время узнать, какие же оценки получит Жубай Ханага. Для этого я предлагаю ровно 30 секунд подумать нашим экспертам. Время пошло. Время вышло, это значит, что прямо сейчас мы узнаем оценки. Давайте начнем вот по очереди слева направо. Начнем все-таки вас, Берландов. Берландович, ваша оценка. 19 баллов. Хороший результат, не самый лучший, но и не самый хуже. Поехали дальше, Тимурлан Скандерыч. 14. Оскар Канатевич. 21. Спасибо тебе за то, что всегда поддерживаешь наши проекты и нам всегда от этого становится очень приятно. Ну, а вам спасибо и успехов. Не желаю удачи, желаю успехов. Спасибо. Не будет премии, все равно найдут деньги, меня танком не остановят. Спасибо большое. Будем надеяться. До встречи ровно через неделю. Меня зовут Даниэр Батрубаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова